Невероятное шоу-открытие, 3D-проекция на лёд, футболка в подарок каждому болельщику с логотипом клуба. Мы продали более 70% билетов на первый матч. По абонементам, по темпам продаж мы уже превысили показатели прошлых трёх лет. Не сдерживался. Будете запикивать там много пип-пип. Просто ***. Что-то с чем-то. Столько народу я не видел давно. Это, наверное, после победных сезонов, конечно, очень приятно. Два матча – одно очко. Минская «Динамо» смазала концовку первого в сезоне выездного турне, но оставила себе хорошее впечатление на старте чемпионата КХЛ. Нужно отметить, что и в Казани, и в Челябинске «Зубр» проиграли с разницей в одну шайбу. Но вряд ли это тот результат, на который рассчитывает команда, стремящаяся в плей-офф. Не забили опять же в начале свои моменты. Играли не очень хорошо, что привело к такому счёту, с которым было тяжело отыграться. В итоге начали играть от простого в концовке, но времени не хватило. Сфера – это нормальная. Все со всеми общаются. Хорошие отношения. Никаких препятствий нет. Нужно только выходить и выигрывать. Ясно, хоккей приветствует поклонников самой зрелищной игры. Учитывая возвращение «Динамо» на Минск-Арену и старт длительной домашней серии, начало программы посвятим именно этому событию. Ждать ли «Аншлаг» на первом матче против «Локомотива»? Чем будут удивлять среду организаторы? Смотрим репортаж. Константин Волочко – один из тех, про кого говорят «свой». Воспитанник школы «Динамо», защитник, прошедший институт сборных и поигравший в «Минских зубрах» и «Динамошиннике». 4 сентября парень в форме родного клуба дебютировал уже в КХЛ. Случилось это в игре с «Витязем». В «Минском Динамо» есть вертикаль, которая позволяет каждому молодому хоккеисту по ступеньке, по ступеньке подниматься и дойти до мечты. И что, пока без броска, вот только сейчас. И-и-и! Ну вот сегодня еще и просто удача. Удача, белозубая улыбка, улыбается «Динамовцам». Вот эти все рикошеты, броски в сторону, все заходит. Одну мечту Константин реализовал. Теперь идет к следующей. Мне никогда не доводилось выходить на лед в 15-тысячной Минской арене. И я в скором времени постараюсь сделать все возможное, чтобы выйти в составе «Минского Динамо» и исполнить свою мечту детства. Сезон домашних матчей «Динамо» откроет 20 сентября встречей с «Локомотивом». Каждый год в клубе стараются это событие сработать максимально эффектно. И 2023-й не исключение. На первом домашнем матче сезона наших болельщиков ждет очень много сюрпризов. Это будет невероятное шоу-открытие, где мы представим каждого игрока команды, где будет 3D-проекция на лед, которой уже давно не было на Минской арене. Будут такие сюрпризы, как футболка в подарок каждому болельщику с логотипом клуба. Также будут LED-браслеты. Это только я рассказываю маленькую часть сюрпризов, которые ждут наших болельщиков. Поэтому приходите, увидите все своими глазами. Любопытной видится и концепция всего сезона. За основу взяли бренд «В одном звене», но добавили любопытные нюансы. В этом году наша концепция называется «В одном звене с каждым». Это значит, что мы хотим, чтобы на матче приходили абсолютно разные люди, которые занимаются в разных сферах деятельности в нашей стране. Начиная от простого учителя, экономиста, бухгалтера, заканчивая какими-то, может быть, сложными профессиями. Этой концепцией мы хотели поблагодарить всех своих болельщиков за то, что поддерживают «Динамо». И вот эта вот фраза «В одном звене с каждым» должна найти отклик в сердцах каждого болельщика. Первая домашняя игра сезона – это всегда ожидаемое событие. Такие матчи, как правило, собирают от 10 тысяч человек и больше. За лето люди нагуливают хоккейный аппетит и сильно скучают по любимому клубу. В том году даже с гипшем приехал с абонементом первый. У меня были просто деньги, ну, из больницы ехал, только выписали. Думаю, а я заеду по дороге. И у меня было что-то на карточке, что-то белорусскими. Я говорю, можно так? Можно. Потом такие, нельзя. Я вниз опять снимать с карточки, чтобы деньги были. Ну, так прикольно. Если кто-то не до конца понял спич этого симпатичного и улыбчивого мужчины, поясним. Перед стартом прошлого сезона он стал первым обладателем абонемента на сезон. Приобрести его не помешал даже перелом и гипс. В этом году оперативность болельщика чуть подвела. Но все равно клубная карта в кармане. Играют мне вообще очень нравится. И вообще такая лига стала, все как бы равны. Все интересно. Сочи сильно, кунжунь сильный. Торпеда вообще-то рвет. Наша вообще. Думаю, сколько в этот раз забьет голову. Ждем. Ждут, естественно, не только минчане. География людей, приезжающих в столицу поддержать «Динамо», обширная. Муж всегда увлекался спортом. Он все время приезжал с хоккея, все время кричал. «Динамо! Динамо!» Мне это немножко изрядно, если честно сказать, надоело. И я говорю, дай я хоть раз посмотрю, что это. И вот он мне привез вот на эту арену. Я когда зашла, у меня был просто шок. Впечатления были незабываемые. И с тех пор, вот уже 13 лет, мы каждую игру из Мариногорки посещаем ее, приезжаем сюда, каждую игру. Ожиданий от сезона 2023-2024 у людей много. Любопытно, но болельщиков волнует не только итоговый результат, но и развитие молодых белорусских игроков. За своих переживаешь всегда по-особенному. Прогресс, конечно, виден. Пинчук мы за ним видели в прошлом сезоне, как он играл. Я думаю, что будем надеяться, что когда к нему потянется Суворов, то они себя еще больше покажут, потому что это их химия, всем известная, должна сработать. Билеты на матч с Локомотивом расходятся быстро. Интервью с специалистом по работе с болельщиками мы писали в четверг, 14 сентября. Мы продали более 70% билетов на первый матч. По абонементам, по темпам продаж мы уже превысили показатели прошлых трех лет. Аудитория у «Динамо» благодарная. Люди активно покупают билеты, даже несмотря на то, что команда в последних четырех матчах проиграла. Получилось, что у нас очень длинная выездная серия, первые матчи, поэтому где-то, наверное, тяжело играть на выезде, начинать сезон, но все равно ребята играют, стараются, набирают очки где-то. У нас с временами не получается, но я думаю, это все к нам придет. И поэтому я думаю, что мы ждем, когда мы приедем к себе на Минск-арену, и наши болельщики уже тоже с удовольствием ждут, когда начнутся игры. И они нам будут помогать в этом, и я думаю, команда будет идти вперед. 20 сентября «Локомотив». 22-е «Витязь». 24-е «Нижегородская торпеда». Неделя для клуба и болельщиков будет насыщенной. И хочется верить, получится продуктивной с точки зрения результатов. Два матча на неделе в МХЛ провел и Динамо Шинник. В Бобруске гостили амурские тигры, и команды поделили между собой очки. 12 сентября белорусы победили в овертайме. 3-2. Данил Липский оформил дубль. 3-2. Динамо Шинник вырывает победу в овертайме. 13 сентября матч получился еще более энергозатратным. Основное время и овертайм завершились со счетом 4-4. В серии буллитов удачливее оказались гости. Итог 4-5. В таблице серебряного дивизиона парни Андрея Михалева идут пока на первой строчке. Впереди у Динамо Шинника гостевые матчи с клубом СКА Карелия. 20 и 21 сентября. Когда к тебе в гости приезжает трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина, это всегда вызывает повышенный интерес. На выходы в Гомеле гостил Данис Зарипов. Хоккеист, который лишний раз не нуждается в представлении. Неизвестно, что больше ждали местные болельщики. Первый домашний матч в сезоне или возможность прикоснуться к легенде. Но оба события как нельзя лучше дополнили друг друга. Те, кто хотел, и автограф взяли, и разгром лиды запечатлели. К слову, именно на этом матче был установлен рекорд посещаемости текущего сезона. Посмотреть на игру пришли 2800 человек. Пятикратный обладатель Кубка Гагарина осматривает пока еще пустой ледовый дворец. Осваиваться легенде российского хоккей помогает директор Гомеля Евгений Олейник. Любопытно, догадывается ли в этот момент Данис Зарипов, какой ажиотаж вызовет его персона через час-полтора. Просьба о первом автографе поступает уже через несколько минут. Один из сотрудников арены, что называется, оказывается в нужное время в нужном месте. Правда, черный маркер на черной кепке практически не заметен. Но не беда, ведь через полчаса этот же сервисмен снова нашел Даниса и попросил подписать белые джерси. Зарипов терпеливо ставил автографы и делал фото. И через 40 минут был удостоен вот таких оваций. Зарипов терпеливо ставил автографы и делал фото. Было на автограф-сессии очень много народу. Я даже могу сравнить, что столько народу я не видел давно. Это, наверное, после победных сезонов. После побед, конечно, очень приятно, что в вашем городе народ любит хоккей, любит, знает историю российского хоккея, знает лидеров, легенд. Но это дорого стоит. Автограф-сессия началась во втором перерыве. Пока россияне смотрели игру Гомеля Элиды, болельщики занимали очередь. Поток был людей неиссякаем. Достаточно сказать, что Данис подписал последнюю карточку уже после окончания матча. Потрясающий ажиотаж. Легенда, Данис, все-таки люди с именами такими, что это очень значимое событие. Редко, когда такие звезды, помимо игр в Минске, приезжают в наш город. Поэтому это всегда ожидаемо, это всегда приятно. Это заряжает какой-то мотивирующей энергией на следующие матчи. Хоккейных легенд знают не только болельщики со стажем, но и молодежь. Количество детей, ждавших фото с Зариповым и Глуховым, тоже было внушительным. И каждому из них гости уделили внимание. Ждал минут 40. Доволен, что сфоткал все. Очень хорошее. 100 баллов из 10. Ну, неожиданно то, что крутые игроки приехали в Гомель и никогда не видел, как они открывали арену. Там делали вбрасывание. Акбарс и Гомель сотрудничают уже не первый год. В данный момент в системе казанского клуба выступают два воспитанника гомельского хоккея. Насар Субхи и Олег Кочеловский. О новых возможных трансферах Зарипов ответил уклончиво. Всех секретов не раскрыл, но и обнадежил. У нас очень большая и профессиональная селекционная служба. Ребята опытные работают. Я уверен, они уже в каждую игру следят за статистикой ваших ребят и продвижениями их. Несмотря на то, что свою большую карьеру, за исключением одного сезона, Зарипов провел только в России, с Белоруссией его связывает немало. В далеком сезоне 2004-2005 во время локаута в Национальной хоккейной лиге в российский чемпионат приехало много звезд из-за океана. Помогал Акбарсу и Руслан Салей. Руслан большой профессионал, хоккеист большой буквы. В тот сезон он один из тех, кто дал мне многое. Он очень общительный человек был. Много мы с ним общались, он мне многое подсказывал. Да, ну и тот подход в раздевалке, его подход к тренировкам, к играм, подготовка. Я это наблюдал на него со стороны и, конечно же, подчеркивал для себя, что там. Знаю, что хороший был человек. К сожалению, сейчас не хватает его в нашей большой хоккейной семье. Однако Салей не единственное воспоминание о Белоруссии. Одну из своих трех золотых медалей чемпионатов мира Данис выиграл в Минске. Тот турнир стоит особняком в памяти легенды. Чемпионат мира в Минске, да, он был один из лучших, наверное, показательных для всех остальных по организации, по проживанию, по всем вот этим моментам. Ну и, конечно же, все скрасило, это все еще добавило своей краски, это победа. И это, конечно же, тут какие-то даже если были там помарки, да, они сразу мигом вычеркиваются и их забываешь. Приезд таких гостей в Гомель был связан еще и с открытием новой хоккейной коробки в местном Ледовом. Спустя 23 года после введения в эксплуатацию Ледового дворца гомельчане получили современную площадку, отвечающую не только требованиям чемпионата Белоруссии, но и запросам международных соревнований, а также мировым трендам нашего вида спорта. Ощущения от игры приятные, так как, во-первых, команда побеждает, обновленная коробка, которую мы так давно и долго ждали. Поэтому, как бы, ну, только положительные эмоции. Коробка стала уже с 30 метров в ширину до 26. Это современная канатка, на таких играют в НХЛ и КХЛ. Заменили на ней бортовую систему. Теперь там мягкий борт, который должен снизить травматичность. Размер площадки был 60 на 30, на сегодняшний день у нас установлен размер 60 на 26. Это позволит ускорить игру и интерес к игре, принятие решения. Больше бросков будет акцентированных, я надеюсь, в сторону ворот. Так что придаст однозначно уменьшение площадки, интерес к игре. Интересуемся обновлениями у тренеров и хоккеистов, ведь это им играть и добиваться результата. Ответ в какой-то степени был предсказуем. Главное, чтобы болельщикам нравилось. Ну смотрите, на мой взгляд было меньше остановок. Игра туда-сюда, плюс это новое правило. Трех секунд, назовем его. Три секунды нельзя находиться за воротами, поэтому игра стала динамичной, быстрой. Я думаю, что всей лиге нужно переходить на такие площадки. Все любят силовые приемы, когда много бросков, много агрессии на ворота. Поэтому, думаю, болельщикам это нравится. Нужно быстро принимать решения. Стало меньше времени. Больше бросков. Нужно быть сконцентрированным. Кроме коробки, клуб заменил еще и освещение. Оно стало почти в два с половиной раза ярче. А это комфорт людей, которые приходят на трибуны. И качество телекартинки в трансляциях. Малена классная, свет, борта, все здорово, поэтому только рад. В тот день Гомель одержал уверенную победу над Лидой 5-0. Не знаем, совпадение это или нет, но перед матчем гомельчанам зашли за Рипов с Глуховым и пожелали удачи. Получается, помогло? Конечно, это мотивация. Мотивация для ребят. Интерес к гомельскому хоккею. Интересно для болельщиков. Ребята были заряжены, мотивированы. Все сложилось. Презентация обновленной арены удалась. Фанаты получили крутую победу своих любимцев и возможность прикоснуться к легендам. А команда – блистательную поддержку и рекорд посещаемости сезона. Что еще нужно для дебюта? Честно, очень понравилось. И арена очень уютная. Сегодня очень хорошие условия, хорошая площадка, свет очень яркий. То есть мы с трибун посмотрели хоккей. Я думаю, во многих командах таких условий нет. Желаем дальнейшего процветания и удачи команде и городу. С Кубка Салей наконец доехали. Северное дерби «Витебск Химик» в этом году не просто интригующая афиша, но и классный антураж. Взяв в конце лета первый трофей сезона, витебчане подогрели к себе интерес и приросли людьми на домашних матчах. Важную роль в плане медийности играет и Роман Юпатов. Журналистам всегда нравятся нестандартные спикеры, которые умеют двумя-тремя фразами расположить к себе. И коуч Витебска в этом вопросе хорош. Цель – доехать из Солигорска. Но когда не получается забросить, то эмоции вырываются наружу. Что, понаиграться в нападение? Отдали тебе? Тебе где, ***, потерял? Он потерял это красной линии, а ты поехал на синюю линию дальше. Кто назад будет работать? Вы для чего туда бегаете? После победы в Кубке Солея банда Юпатова выдала сильный старт. Но выезд к «Шахтеру» спустил Витебск с небес на землю. Состоялся разговор с Тенецким штабом, все обсудили внутри команды, выбрали правильный курс, что, видите, команду устряхнуло. И в целом, хороший хоккей показали сегодня. Вернемся на несколько часов назад. В Витебском ледом в этот день серьезный ажиотаж. Клуб открыл новый стильный фан-шок. Баечку можно приобрести за 77 рублей. Шарф торгуется за 35. И, судя по всему, у мерча-таки появились обладатели. Теперь же Витебск воспринимается как серьезная команда с амбициями. Об этом говорят и болельщики. Подписаниями на летние ярмарки довольны. Остается лишь верить в лучшее. Хочется трофея, кубок. Мне очень нравится вратарь Шмелев, бесподобный игрок. Также новый игрок Демченко. Я считаю, что он ведет команду довольно-таки сильно. Правда, не так часто его выпускают, как хотелось бы. Но у него очень много интересных моментов, которые стоит обратить внимание. То они намного сильнее, чем были в том году, как по мне. Ну, то есть, именно по именам намного сильнее. Меняю батончик на шайбу. Что же сказано, сделано. Такой креатив уже ко второму перерыву оценили витебские хоккеисты. Вышло красиво. Честно, он нам слишком бросил и потом уехал. Мы ему после игры потом отдадим плакат, который мы нарисовали. Когда есть результат, есть и болельщики на трибунах. Их в Витебске по сравнению с прошлым сезоном стало заметно больше. Евгений Соломонов поиграл в «Жлобине» с их известным фан-сектором. И тоже остался под впечатлением от атмосферы. Витебск набирает обороты. Видите, болельщиков стало больше. Их слышно стало. Когда был в другой команде, могу сказать, такого не было. А сейчас смотришь, уже оп-оп, уже скоро и полный зал будет. Это очень приятно для команды. Это всегда шестой игрок, поддержка. Витебск сила. Играет красиво. Только вот начало матча с этим плакатом разительно расходится. Химик раз за разом проверяет Шпилева, а медведи ничем не могут ответить. Идея с микрофоном на романе Юпатове появилась буквально за пару часов до матча. И мы не пожалели. Коуч ни капли себя не сдерживал. По этой причине в его спичах так много запикивания. Нет, не сдерживался. Будете запикивать там много пип-пип. А так... Да нет, он в принципе все так же эмоционально строго поддерживал команду. Плюс того микрофона, то что он в некоторых ситуациях вовремя осекает, заставляет следить за речью, за некоторыми моментами. Поэтому хорошая вещь и круто. Какая-то интересная будет информация, что мы говорим в каких-то ситуациях. Гол пришел в середине стартового периода. Ядроец отдал на Степанова. Получился классный уан-таймер. Оценил и Юпатов. Молодчик. Степка! Молодчик. То, что можем предложить. Лед с водой. С перерыва. Ну и, наверное, нашу нацеленность на победу. Не знаем, как получился гол на камере оператора Витебска. Зато после выезда в Солигорск Роман Юпатов рассказал о его неплохих футбольных скиллах. И в другом виде спорта ему уже нашли применение. Наш футбольный клуб в порядке. Поэтому я думаю, что мы им не сможем помочь. Поэтому, ну да, наш оператор вышел, финтил. У него в какой-то он там любительской лиге даже выходил на замену. Если он в ворота станет, то он заслонит. Я думаю, что девятиметровые ворота. Но, во всяком случае, в мини-футбольные ворота, либо в футзал, он в любом случае ворота полностью заслонит. Поэтому мы можем предоставить Оршанскому Витену без проблем за хорошую замену. Вы пытаетесь играть какой-то комбинационный хоккей? Нафиг он вам нужен? Эта витебская команда пока еще далека до идеальных кондиций. Даже с не самым топовым химиком возникают проблемы. Даже с учетом вылета того же Левко, медведи в межсезонье добились качественной глубины состава. Ну, я думаю, да. Думаю, в принципе, более сбалансированный состав по сравнению с прошлым годом. Есть, да, еще люди, которые, ну, хоккейсты, точнее, не люди, которые можно заменить. При невыразительной игре, при где-то слабом эмоциональном фоне заряженности на игру, где-то при некачественной игре мы могли вытянуть две игры на очки. Поэтому это говорит о высоком, в первую очередь, потенциале команды. И то, что его надо просто развивать и работать, работать каждый день. Жека танцевать. Что-что, а вот одну шайбу почти за три периода – это не то, что ожидали увидеть болельщики. Но так добываются победы на дистанции. Две победы в Кубке Солей – это круто. Но команда должна быть готова сделать следующий шаг в экстралиге. Есть все равно моменты, нюансы, которые, ну, будут, если мы их не исправим, они будут нам мешать не только по ходу сезона, но и для прохождения первого раунда. Я говорил, что вначале немножко будет такая эйфория после Кубка, да. А в целом я не отказываюсь от своих слов. Это действительно так, это команда способна, у нее есть потенциал. И, поверьте, я думаю, что мы еще многих удивим. Старт сезона в исполнении Витебска вполне можно назвать удачным. Явный провал случился только в Солигорске. Команду в раздевалке зашел поздравить даже мэр города. Друзья, огромное спасибо Солигорску, победы, удачи и в следующем году. Это может говорить только об одном. Медведи рассматривают себя как одних из соискателей Кубка. Вообще чемпионат хороший в этом году. Каждый доказывает, что он будет кусаться, и это отлично, мне кажется. Из-за этого будет идти рост. Тех же молодых будут расти. Полная картина игровой недели в экстралиге на вашем экране. 100% результат имеет солигорский шахтер. Горняки бьют на старте всех. Под горящие руки и клюшки попадают и признанные авторитеты. В пятницу пострадал Неман 0-4. Также отметим результаты локомотива, который идет на второй строчке турнирной таблицы. Ближайшая неделя несет в себе ряд интриг. Удастся ли Александр Житких покорить очередную впечатляющую цифру, узнаем уже 21 сентября. Матч против Немана может стать 1200 для форварда в чемпионатах Беларуси. Не можем не обратить ваше внимание и еще на две игры, которые откроют новый сезон хоккейных трансляций на Ясное ТВ. В субботу 23 сентября наш канал покажет противостояние Шахтера и Гомеля. А в воскресенье предлагаем вам посмотреть встречу Динамо Молодечно против Юности. Оба поединка начнутся в 13.45. И на сегодня это все. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова